так друзья я начинаю запись темы сегодня груши откуда взялась эта тема да потому что мне не дают покоя вот присылает статью вот она длинная 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 окажется нам это не надо это не надо давай отрежем давай теперь все остальное будем бороться с волчками я уже начинал разные эпидеты придумывать помните у тебя офицерская вдова сама себя высекла собака которая гоняется за своим хвостом и никогда не догонится еще ни одна собаку свой хвост не догнал вот и тогда это просто как бы получается негатив давайте о хорошем давайте но я готовился к вебинару вот смотрите видите вот тем много тем у меня давление скачет это будет на вебинаре вот выступление комедии что надо делать радоваться что дерево себя лечит зачистить это место вот прям сумасшедший дом тот эту статью написал и вот тут же надо вызывать санитар тут же представьте себе доктора ниже себя докторов строя вставляете а вас допустим рана вот она уже почти зажила покрылась коркой специальной коркой регенерационная ткань самого организма нет представьте себе что доктор бы вас или вас научил или сам бы острый нож и давай вырезать рану целиком ладно шедевр вот эта статья учится ладно мы будем все изучать на вебинаре зачем вебинар нужен да потому что не зная самих основ вот люди подумали такое что не в сказке сказать не перо написать еще раз проходить это будем вот и вот это вот дурь проходить будем вот и как уничтожать деревья прямо на улице города проходить будем и это тоже научили много чего интересов увидите а почему я дальше листа его сейчас поймете сейчас поймете тут я зацепился на словах за эти слова сейчас мы к ним подойдем видите приучить секатор ничего не получилось сколько лет долблю талантливое изобретение приучить секатор но проверять при привыкках нельзя только восхищаться талантливыми руками но результат нулевой и опять и опять и опять у нас будет вебинар а вот я к этому подошел три золотых правила при обрезке дурош обрезка проводите вот эти правила еще раз говорю это значит что человек нужно помещать сумасшедшую дом и лишать его всех прав подходить с этим кучами других мы сейчас заглянем вот это есть моя папка ну не полная все некогда собирать давайте пробежимся некоторых фотографиях я комментировал но простите меня за это подряд будем это пример что так как груша в основном имеет вертикальные ветки то принято ошибочное сомнение что их можно сделать колдовитными вот а на самом деле колдовитный груш не существует сейчас минутку закапываю нос ну где достается 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 вот так друзья большинство семечков деревьев деревьев он наносит на двух-трехлетних ветках приростах вот и все груша одна особенность ветки расположены так как допустим я а вот так видели да вот а так как у меня родилась вот такое деревце это совершенно не значит что я тут же причем у меня колновидная груша у вас будут урожаи груш будет больше чем в общем это будет чудо да покупайте ну представляете железо в голову морочить железо говорит ни одной на планете груши колновидной нет яблони нет ладно яблони условно есть условно подчеркиваю на вебинаре раскрою эту тему абрикосов колновидных нет персиков нет сейх нет вишин нет черешин нет просто пройдет еще год-два и это будет голая травесина вот чтобы вернуть на этой голой древесине чтобы снова пробудились почки так тогда делают сильнейшую обрезку как правило крону пролежает якобы способствует на самом деле любая обрезка это страшная вещь вот не комментирую не комментирую знаете почему вот видите похоже на холод не буду комментировать мы это поняли и так значит груша ну типа груша она обширная а вот так вот семечка последовательно ну то и легче я читать не буду слава богу не этот самый институт развития я всему научила но не возьмусь вот наоборот так считают такие что любители не могут ничего этого знать и так с другого дерева было срезаны ветки и варочке способ вот попросили сказать ну как как груша прекрасная это у меня писем таких полно они плодоносят или почти не плодоносят вот бегло к соседу нарежь ветки поставь букет воду ну и жди чудо так пропускаю ценнейшая фотография ценнейшая ее надо в учебнике вот видите распалах она это привитая вот вот штамп делать нельзя отрезать ничего нельзя так особенно нижние почки в данном случае листья почки потом они развиваются ветки вот ни одну отрезать нельзя почему видите падала дождь именно сухие пяты именно так это есть особая форма именно груши с целью спасения штампа от загнивания вот поэтому все что придумала включая и ученых к сожалению они просто этого не знают не понимают им это выдумали давайте мы вот так вот будем сколько мы показали в вебинарах вот так раздерут еще эти кори вобьют раз корясят и считают что они это вот теперь груша правильно вот она не знала груша что она неправильная теперь знает когда я полонюю веток отрежет остальные раскорячат идем дальше сейчас секунду идите какой-нибудь срочной новости это займет секунды так это можно потом вот ну такое случается дело том что груша она боится влаги и держать ее в таком складцевом состоянии нежелательно вот хотя в данном случае видимо под снегом вода и отнижалась и даже заплодоносила но это не долго они боятся сырости несколько лет под снегом и прощай груши вот такой комментарий вот ну это все та же питомник знаете обидно когда эту грушу у Сергея Железова не купили ей пошел третий год а ее так и не купили по-моему зря были одна из самых сладких груш вот ну а здесь уже к вопросу что эти деревья никогда не обрезала вот это гепатогенные зоны я как-то отдельно эту фотографию показывал к сожалению спасения от гепатогенных зон нет только пересадка если знаешь что это точно гепатогенные зоны то пересадка вот нашлось такое место я его показывал не раз ходил с рамками вот это неизбежное зло о котором наука не знает прескливо отворачивается даже считая что это все чепуха это я соседу посадил как видите как видите не подвел соседа это сварок урожай сумасшедшее первый урожай я собрал на косточке продолжало падать и тогда вообще ничего не стал делать естественно грабли не брал не выгребал вот и не боялся и знал что ничего с грошей не будет это никакие тут эти зловредные насекомые я им не помогаю что то что упало с груши вернется в грушу будучи переработаны в цынейшие органические удобрения вот это истина а то что заставляют вычищать а потом перекапывать меня вот это жуть берет вот а хотел показать ладно вебинара подождем не буду показывать пойдем дальше так ну что я скажу само как само чего пробовать вот вот это вот одна из поздних груш я показываю для чего подряд вот тут облобаешь вот тут вот вот значит что получишь раду до самой груши значит сгниет очень быстро как правило если она еще зеленая а вот должно быть есть такое понятие транспортабельность если зеленая еще она обломается не тут а скорее всего тут потом я покажу вот опять плохо хороший совет некоторые так делали берешь в должности я советовал вот здесь вот если хочешь чтобы она все-таки еще была зеленовато еще и полежала особенно летние груши они в пальцах вот полноножку надо разрезать пополам и тогда хотя это тоже все равно рано будет вот вот тут отрезать что мы имеем фактически мы имеем один из видов обрезки а если сотни и поленился дождь совет стриг плодоножку пополам сотни двух и трех то самое потеря морозостойкости потеря и полностью дерево не всегда погибает значит это получается как бы здесь плохо видим но эта плодушка еще будет плодной покажу в другом ракурсе вот как ждешь когда сама упала это идеальный случай вот она долго не лежит вот такие проблемы с это с хранением груши транспортировкой вот здесь уже начинается разрушение груши кстати надо проверить идет ли запись запись идет вот здесь начинается разрушение почему ну пусть это мой сад ну так сложилось что особо не вникал растет себе растет это же почка была взята из боковой ветки значит никакого штаба такого ну я уже показал что такое нормальный штаб да вот вот это вот я пытался вам показать только как правило я это буду делать в другой раз хотя я буду делать в другой раз вот видите есть какая-то пропорция да хотя есть юг севера все равно пропорции есть вот пойди догадайся где юг где север научиться догадываться правильно тогда получается возвращаемся обратно и что мы видим привитая груша штаб под ней не имеют значит лучше всего в ветках не подходить не резать радуги наносить но уж коли вот так случилось надо было раньше вот эту второстепенную ветку раз это вот так развилка вот эта ветка называется ветка конкурента ее можно было годом-друге раньше сильно обрезать перевести вот где-то вот тут отведать перевести в разряд второстепента ну не получилось теперь внимание вот здесь начинается разрушение это так а караул гроши уже волшки выпускают вот волчок это ниже всегда называется блой называется крона запасная крона так ниже ярусов а все эти самые спалаты номер 6 они считают что караул настройство его отрезает волчок как их ненавидят ненавидят страшно смертельно просто как увидят волчок уничтожить уничтожить не задумываясь его роли что это запасная крона еще секунду братья юлия сейчас готовлю вебинар кстати меня слышат я переснимаю вот лишний раз и тебя упомяну как волшебницу садовода вот но закончу сяду за руль и я еще думаю может быть велики спасем я знаю этого мастера а сейчас извини я продолжаю вебинар ой не вебинар а фильм нас сейчас слышат вот так поехали вот этот пример поняли это запасная крона об этом почему-то знает только один человек на планете все остальные ненавидят нет большинство ровно душ относится даже забывает их отрезать ну кого научили те режут режут жестоко по-садистски на подлесо делая раны вот только ради вот этой вот фотографии а видите оно еще дерево еще живо еще несколько лет проживет вот а потом выживет только то что ниже вот этой раны так я здесь отрезал ветки это дико мусорийская груша ветки я отрезал специально потому что колючки и дети маленькие были когда они ходили еще под столом они могли здесь свои глаза оставить поэтому я со слезами на глазах отрезал дико и за колючек вот здесь сами понимаете вот здесь получилось это тоже груша груша культурная с прививком самой земли здесь страшная рана а рухнула ветка с плодами так дерево начала себя восстанавливать то есть ниже появились ветки которые незаконны и номер далее я тоже самое покажу от 50 до 90 сантиметров отрезать не задумывать даже смысл нижних скверятных веток в том числе на грушу никто не знает повторяю здесь это запасная крона получилась страшная травма на дереве обрастает и пусть обрастает раз и второе предназначение нижних скверятных веток они кормят глюкозой корни об этом тоже никто не знает это выдаем с корниевым долгим 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 результат ноль от этого еще никто никогда не сказал сотни тысяч авторов цифра 50-90 она стала автоматизм и с тех пор и до сих пор я не сказал я ошибался а может быть корниевым а у вас железов правы но к сожалению это не произошло здесь уже почему они отрезаны да потому что высохли потому что высохли кстати всегда так чем выше тем чем выше тем чем чищен штаб а у самого низу самый такой это груша неподобающе в Сибири почему это ладно все таки у нее здесь век короче мало того что штаб его нельзя ни в коем случае ошкуривать вот еще раз говорю не кочегары не плотники и не стольеры ни в коем случае никаких ящик инструментов никаких шпателей никаких этих щеток по металлу не смейте не трогайте глупость из глупости просто перепутали эти самые стольеры сопротив плотников все поперепутали вот по ним палата номер 6 плачет а не на суть а почему здесь отрежут да потому что высохли а почему остались вот такие эти самые да потому что если уже режем это наибольший ущерб дерево не вот эти страшные раны а именно так как здесь и особенно это касается груш особенно почему в местах довольно сырых а у нас через год бывают дождливые лета они быстро начинают портиться потому что груши рассчитаны на самые сухие регионы страны и планеты самые сухие вот а здесь не совсем сухо хотим кушать груши бережное отношение уже отрезал я уже тогда когда они были полностью сухие вот а потом анекдот не найду и вот папку не добавил все некогда мне бы кто бы взял бы на казенный курс я бы еще такое бы я бы такие бы книги сочинял такие учебники вот программа бы настоящая чтобы хоть чему-то выпускники вузов хоть что-то бы умели хоть что-то вы знаете у меня есть пару лет после этой фотографии она вся снизу покрыта ветками вся вот так в зелени все в зелени найду покажу ну тебе надо ждать пока подвернется фотографий тысяч я в них таду после этого все покрыло зеленью то есть все это было с удовольствием идем дальше это жуткая вещь когда художнику дали возможность проявить себя как художнику вот он нарисовал груши вот она в дальнем плане цветет поставь себя тут осень тут весна вот такой калаш а человек берет открывает сайт и вот там вот такая вот фотография вот такая вот ну наберите фото груши в ядексе вы ее найдете одну из первых так как у груш колдовидных на свете нет ни одной например рисунок вообще их нет то тогда получается любая удача фотографии где густо-густо вот так висят на обыкновенном дереве выдают заколдовидную вырезаю такой кусочек чтоб не видно было что сам это нет вот и тогда все становится на место ну вот это такое идиотизм открываете сайт видите вот это а там еще рядом написано какой-то ну что дальше идем а вот коловидные груши проведены были вот она груша коловидная павловская вы знаете что через два года если она выживет за счет России что мало вариантов вот это все если было просто все недавно номер то если коротко вот на двух траклей довести повесить несколько груш а еще год и дальше будет штаб голый как вот это моя коленка вот такой ладно ну что сало как сало и это сало как сало а это груша яблони один из важнейших есть один из важнейших моментов заключается в следующем значит так если нет грушевых подвоев приходится использовать яблони иногда можно есть волшебники вроде Маканова ну там вообще взрослое дерево груши яблони груши груши вот это мои рубки попытки ну как рубки ну так получилось что попробовал несколько лет поживешь потом погибли несколько лет хватало пока груши подвой искал вот и все это временное жилище это груша на груши вот это вопрос о том что вот некоторые говорят неправда и прививка раньше плановосят не будет чем особое дерево такое не есть оно распространенное а первые же мои опыты с грушами это старый старый снимок это опровергает наряды его где-то на четвертый год еще я запомнил потому что первый мой опыт я на него ладу прививаю да и на ней нет еще ни одного красивого красного плода нарядного эфима вот на четвертый год это было на пятый год веточка на что год ветка покрывается вот этими плодами и только на седьмой год нарядная эфима начала плодоносить а это уже дала два ветра то есть прививка опередила основное дерево на несколько лет так сало как сало вот сами понимаете когда груша достигает на девушки смотрите не смотрите это Татьяна Александровна железо девушка она вам продает саженцы а я ее использую как фотомодель так так когда достигает такой степени груша потом опадают плоды падают и мы их с дерева не берем только упавшие так жалко туда просто лежат уже никого не нужны поэтому с дерева никого не приходит их сорвать есть другие сорта а это показатель дерево после этого ветки остаются так холодными уже подняться водить от сил после урожая после этого так получил соседа они пригласили своего своего его я с родственник приехал в гости в очереди авторитет и садовод в скобках тракторист вот этот тракторист взял завесил все деревья потому что не положено чтоб ветки висели вниз классическая учеба обычного обывателя который насчитался всякой херней вот эти ветки они все причины их надо уничтожить они вниз смотрят так видите я ничего не выдумываю это была груша как потом было дело но это же учеба смотрите вот чуть выше кепочки Сергей Железов знакомщик кто не знает чуть выше этой кепочки вот так было отрезано вот так и получился большейший куст ну-ка найду я его и пока пусть это будет первая серия потому что мы еще только фактически начали так сейчас я найду уходим отсюда все очень мало показал просто еще продолжим а может пока и хватит так так теперь вот от 122 вы видели сергея видели грушу нарядную филу которая была отрезана верхняя часть получила что получилось матовое дерево так это вы по любой все на вебинаре вот принцип тот же сало как сало это вы на вебинаре так я вас как бы заблудила видите это фаида ну нельзя не могу я что мне за характер обязательно отвлекаться вот эти груши специальные обрезки посмотрите на каждой не меньше 50 веток на прививку это делается специально не так как вот мы делаем ран чтобы убить да у них короче это маточные деревья у них вид короче представляете по 50 раз на каждом будет сделано на этом на том что на втором плане вот но я еще не нашел то самое дерево я хочу именно его показать именно его я его тоже недавно фотографировал заодно покажу вам девушку которая сегодня говорила которая сейчас звонила племяннице сейчас 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 по памяти она очень красноречивая после того когда я его отрезал верхнюю часть сейчас видите ли какие у меня друзья ага чудесные друзья чудесные друзья чудесно сейчас 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 ну ладно на вебинаре покажу вот выкрутился ну тут у меня сами понимаете вот сегодня на вебинаре вы не увидите моего другого волшебника чернобаева вот он это моё это мой сад переехала привал уже мои ветки волшебник даром что художник профессиональный вот ну тут у меня разные сборы а вот она ну это ладно это она зарабатывает войлочную вишню собирает а вот это смотрите итак освоило укоренение укоренение слабое было по той причине что годом раньше дичайшая засуха невиданная когда все лето весну и осень не было дождей может один был полтора вот прижимаемость была плохая но в этом году дождя отлично к осени это будет прекрасный результат вот такие дела как вам шелковица в самом северном мире шелковица и буквально их там может пять десять вот я сказал Юля от твоего имени предлагаю им пусть платят за эти несколько по тысяче рублей вот это вот уже идет крыжовник он стоит пятьсот рублей вот крыжовник не простой это и память о латинкове и сон который он прислал мне а я уже разбросил вот где-то еще Юля есть или нет в общем вы поняли Юля это получается Юля это получается крыжовник смородина живовость так персики самосевные и вот эти вот абрикосы сами лезут кто их просил видите это было месяц назад сейчас они быстро быстро растут это самосевные это значит самые лучшие абрикосы которые можно назвать сыновья все друзья пусть это будет первая серия закончу меня уже просят помочь там и тут пока будет прощаться где-то у меня вот здесь вот еще раз про видите еще раз про то что бывает вот такие чудеса в сибирском саду везде скидки покупайте косточки уже недели вот только здесь человек разворкнулся аж на 80 косточек все пока друзья это была для еще реклама остановить запись до свидания не 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 ничего